Тему продолжим с гостем нашей студии. Это начальник управления по эксплуатации вахтовых поселков Сергей Грачев. Здравствуйте. Сергей Леонидович, какой объем ремонтных профилактических работ был сделан за лето и вообще что еще предстоит сделать? Конечно, главная задача нашего управления это подготовка объектов к осеннедреннему периоду. В рамках данной задачи в начале года издается приказ, создается комиссия, в том числе и по нашему управлению. Была создана комиссия по реализации данных мероприятий. Всего на этот год у нас запланировано проведение ремонтных работ и подготовки КЗП на 113 объектов. Это 237 мероприятий. В настоящее время работы ведутся на пяти вахтовых жилокомплексах наших месторождений и в двух населенных пунктах. Это город Надым, поселок Пангады. Наиболее объемные работы запланированы на объектах ВЖК, потому что в задачи нашего управления ставится подготовка объектов, как я уже сказал, к осеннедреннему периоду, создание комфортных условий. Соответственно, все вахтовые жилокомплексы должны отвечать определенным стандартам. Основные виды работ, которые мы проводим, это электротехнические ревизии, светильников, ревизии освещения. Мы проводим промывку наших сетей для того, чтобы качество воды было соответствующее. Это внутридомовые сети. Плюс, конечно же, мы проводим и строительные работы. Это капитальные ремонты. С силами подрядных организаций проводятся текущие ремонты. Поэтому задачи, которые проводятся в нашем управлении, в настоящее время процентов на 80 уже выполняются. Мы готовы к предстоящей приезду комиссии ООО «Газпром» с тем, чтобы предъявить наши объекты и степень готовности к предстоящему зимнему периоду. Одна из ключевых тем, это тоже на контроле, это подготовка к дню газовика. Что в этом направлении планируется? Во-первых, с технической стороны мы также провели ремонтные работы в наших домах культуры и спортивных комплексов. Большая, обширная программа в рамках дни нефтяной и газовой промышленности. Если брать культурное массовое направление, то, конечно же, наши творческие коллективы порадуют новыми творческими номерами, новыми программами. Мы работаем на площадках совместно с администрацией Надымского района и работаем на площадках наших корпоративных спортивных комплексов и домов культуры, где представим наши праздничные мероприятия с тем, чтобы работники нашего общества посмотрели наши концертные номера. Ну и, наверное, в историческом аспекте вспомнили историю. А мы, как говорится, с коллективами и в этом году, опять же, с участием профессиональных артистов постараемся на высшем уровне создать настроение праздничное в этот день. Кто приедет к нам? Откройте секрет. В этом году мы пригласили автора и ведущего песен Майданова, поэтому его искусство и творчество известно. Песенный репертуар связывает много исторических песен, поэтому наш выбор пал именно на этого артиста. Сергей Леонидович, спасибо за беседу, а мы продолжаем выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова